Всем привет, с вами Андромалек и секретные мини-игры, вторая часть. В прошлом видео я показал все три начальные первые мини-игры. Это были довольно-таки скучные, местами занудные, затянутые мини-игры, которые разработчики решили финальную версию не включать. Ну а сегодня мы будем смотреть следующие мини-игры. Начнем с мини-игры под названием Big Time, большое время. Не знаю, что это такое, не играл, не видел, поэтому так же, как и вы, первый раз вижу. Так, почему-то у нас подсолнух такой большой, так и было, да? Волнат большой. Может быть баг, не знаю. Давайте возьмем и проверим. Ми, так, как называлось? Big Time, большое время. Не знаю, что это значит. Так, мину я беру. Давайте что-нибудь придумаем интересное. Например, вот так. Так, 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 так. Шипы, я люблю шипы. Арбуз давайте использовать. Какой-нибудь хочу такую стратегию, микс такой полный, как бы все было. Заморозочка, чтобы была. Так, ну это я не хочу уже эти апгрейды лезть. Там взрыв можно взять и... Ну давайте вот так. Посмотрим, что получится. Так, напоминаю, что этот взлом вы можете найти, как-то все взламывать в интернете. Есть гайды, поэтому и на русском, и на английском языке. А, понятно, солнце дает сразу два солнца. Короче, подсолнух стал в два раза больше и в два раза эффективнее. То есть их вообще можно много не покупать. Один ряд поставил и забыл, как бы хватает солнца. Ну я же андромальник, вы понимаете, как я играю. Я постоянно два ряда ставлю, поэтому это не для меня стратегия. Мы сейчас поставим вообще два ряда. По сути, это то же самое, как практически во второй части. Правда, они там стоят 50 и приносят 50. Здесь у нас стоит 25. А, подождите, они тоже 50. То есть точно такая же во второй части, такой же подсолнух. Правда, он одно солнце дает, которое дает сразу 50. Но это было не всегда. Это было после какого-то патча. Они ввели изначально давалось 25 солнца, и подсолнух стоил 50. Потом они все изменили, потому что, не знаю почему, донат там подсчитали, что люди больше платить будут или что-нибудь такое. Ну что, смотрите, у нас так много уже солнца, что мы можем прямо арбуз поставить. Кстати, как вы видите, все мини-игры, практически вот эти секреты, они очень длинные. То есть 4 волны, это реально очень долго. Поэтому из-за этого, я не знаю, может быть, они просто не доделали еще их, поэтому просто наугад ставили там. Ну, 4 волны пусть будет, и все. Они все равно в релизную версию это не включили. Но хорошо, какие-то умельцы нашли, что в файлах игры есть секретные уровни, и можно их открыть. Не так трудно, как бы. Любой может это сделать, если правильно поймет инструкцию, правильно все сделает. Ну что, давайте играть. Так, так, так. Ну вот здесь у меня будут третий ряд арбуза. Окей. Дальше можно заморозочку поставить, просто так, чтобы все были заморожены. Далее, что можно поставить? Я, наверное, звезды начну ставить где-то здесь, по центру. Красиво пусть они стреляют. Вот так вот заморозка будет стоять. Смотрите, сколько у нас солнца. Это просто огромное количество. Я не успеваю даже кликать, постоянно нажимать надо. Огромное количество солнца. Так, сейчас надо заморозку по центру, потому что там зомби идет. Вот, надо, чтобы он помедленнее шел. На самом деле, можно мину поставить. По-моему, когда он замедленный, его мина успеет взорвать, потому что он очень медленно идет. Реально, очень-очень. Смотрите, я поставил две линии. Это то же самое, как я поставлю четыре линии по солнцу. Представляете, какой доход у меня сейчас. Я прям все застрою здесь. Здесь можно было и даже заморозку арбузу делать апгрейд вместо вот этого грахомета. Потому что на все деньги хватит, как бы. На все абсолютно здесь. Поэтому никаких проблем не будет. Да, я это уже вижу, что проблем никаких не может быть. Но пишите, кстати, ребята, в комментариях, как вам эти секретные мини-игры. Какие вам, как бы, мини-игры нравятся, вот эти новые, а какие нет. И вообще, напишите, какая ваша любимая мини-игра не секретная. Вот моя любимая игра не секретная, которая доступна всем, это... Я думаю, Last Stand мне неплохо... По-моему, если это мини-игра, я не помню просто, это мини-игра или нет. По-моему, это мини-игра, Last Stand. Не знаю, как он по-русски переводится, но вы понимаете, Last Stand. Последний... Last Stand, я не знаю. Остаться в живых можно перевести его, на самом деле. Last Stand. Но в реальности он как-то по-другому переведен. Я просто не играл в русскую версию, не знаю, как там вам перевели. Но Last Stand можно как бы... Последний... Остаться в живых, последний выживший, я не знаю, последний оставшийся. Как-то так можно переводить. Много вариантов можно придумать, поэтому... Неважно, но вы поняли, какой. А вы пишите, какой ваш. И почему еще напишите? Я считаю, что этот режим... Он хоть чем-то сложный. То есть, изначально можно проиграть там как-то. Только из-за этого. Но вообще, неплохой режим есть... Неплохой мини-игра есть для версии Nintendo 3DS. Я делал обзорчик, ну, прохождение, когда я делал. Там есть эксклюзивные уровни, которые недоступны в других версиях. Вот там была вообще жесть. Один уровень. Это когда появлялись, короче, шли зомби. Надо было... По-моему, не помню. По-моему, мозги надо было. А, да, шли зомби. Ты ставил мозги в определенном месте на карте. Желательно, чтобы это было в клетке. То есть, там есть такое место, где клетка. Ты ставишь туда мозги, зомби бегут, едят эти мозги. Ты закрываешь клетку. После этого сразу птицы. Я не помню, вороны, по-моему, да? Вороны, короче, по-нашему. Вороны слетаются и начинают есть зомби. Представляете? И этот уровень есть для платформы для детей Нинтендо. Вы представляете, какой вообще... Представляете реально вот это? То есть, дети играют в самые жестокие мини-игру. То есть, даже на Винде нету такого. На Плейстейшн такого уровня нету жестокого. А вот для Нинтендо эксклюзивно сделали. Зачем? Непонятно. Ну, это вообще жестокий уровень. У меня даже, кстати, много просмотров этот уровень собрал. Я не знаю. Видимо, тоже людей заинтересовал. Потому что... Ну, он больше, чем, по-моему, из всех Нинтендо, что я делал в видео, по-моему, это видео больше всего набрало просмотров. Потому что я написал, что это эксклюзивная мини-игра, и многие хотели увидеть ее. Вот эта вот игра была реально жестокая очень. Так, ну что у нас? Это вторая волна только. Надо поставить побольше всего, чтобы быстрее убивать. Я еще арбузов побольше по центру вот здесь поставлю. Звездочки будут вот здесь. Будем взрывать еще их. Смотрите, как они быстро умирают уже. Арбузы просто рулят. Огромный урон наносит. Смотрите, зомби только выходят, и сразу же хоп, и нету их. Вот здесь это еще мини-игра рассчитана, что у тебя не все растения открыты. То есть это же мини-игры, и можно их сразу открыть, как бы, да? И у тебя могут быть не все растения, поэтому вот этого, может, каких-то растений у тебя нету, поэтому для этого... Ну, как бы, вот эти все растения, что у меня, они должны быть. О, смотрите, тут же еще стенка двойная. Получается, у него очень много здоровья в два раза больше, я так понимаю. И получается, эта мини-игра, наоборот, легче, чем другие, потому что, как бы, зомби, они как зомби остались. То есть у них нету каких-то способностей, или у них больше здоровья нету. Или их очень много. То есть зомби, как зомби, ничего сложного. Поэтому непонятно. Это довольно-таки легкий уровень, и игра, таким образом, нам преимущество, как бы, разработчик дал. Усилив наши подсолнухи и даже вот стенку. Но стенку я не использовал, не знаю, может быть, там даже больше, чем в два раза здоровья больше. Поэтому непонятно. Ну, скорее всего, по логике вещей в два раза больше. Может быть, они еще сильнее не делали. Я ж не знаю. Так, ну что, можно, наверное, подсолнухи уже продавать. И здесь мы будем ставить арбузы. Чтобы еще быстрее проходить. Просто быстрее зомби убиваешь, быстрее новые появляются. Так мы быстрее пройдем все. Вот так. А, у меня же, у меня же шипы. Зачем я тут ставлю? Реально, зачем ставлю? Мы шипы поставим, их быстрее убьем, таким образом. Так, здесь надо прикрыть. Смотрите, у нас футболист бежит, да? Он бы съел, кстати. Мы их так быстро не убиваем. Хотелось бы. Так. Так. Может быть, что компьютер громко стал работать? Кулер какой-то. Я вот думаю, почему. Вроде как все там просмотрел, все чисто. И смотрю, мониторю систему. Ничего там как бы нет. Непонятно, что это так громко работает. Ничего не перегревается абсолютно. Процессор там 50 градусов даже не набирает. Видеокарта вообще 40 градусов всего. Потому что водное охлаждение у меня в видеокарте. Там вообще никакого перегрева. Ее разгонять можно в 10 раз больше. Ну не в 10, а просто говорю, можно разгонять как хочешь. Так. Ну че, нечего говорить. Как бы игра как игра. Мы уже разобрались. Сейчас будем следующую мини-игру проходить. У меня кто-то вконтакте уже пишет. Просто сейчас у меня 12 часов ночи. А в России, ну не знаю, наверное 8 часов утра. Поэтому все просыпаются, начинают писать. Кто-то смотрит новые видео. Все дела. Так. Ну все понятно. Это все мы поняли. Давайте проходить следующий. Art Challenge Sunflower. Что надо сделать? А, ну вот так вот высадить их. При том, что называется Art Challenge Sunflower. На самом деле здесь надо выстраивать. Ну-ка я еще раз посмотрю. Можно это посмотреть? Нет. Я просто не видел, что там. Но там надо звездочку взять и вот стенку. Да. Просто я думал, что-то еще там может быть. Ну ладно, мы это сделаем. Давайте тогда как проходить. Чтобы на этот раз такого затяжной игры такой не было. Ну, прикрывать надо. Возьмем вот так. Что еще? Что еще? Так, так, так. Ну как-то так. Давайте. Поехали. Амбрелла надо? А, я не знал, что амбрелла надо. А, давайте, поехали. А, вот же, снизу амбрелла, точно. Я просто сразу не обратил внимания. Вот это увидел, да, и все. А здесь вот еще амбрелла. Ну окей, поехали играть. Ну как бы обычный уровень. Просто надо вот именно в этих местах вот так вот выстроить. Вот и все как бы. Ничего сложного. Не знаю, зачем именно так сделали. Ну типа... А, типа подсолнух, наверное. Посмотрите, это типа картинка подсолнух. Вот это типа голова, да? А это типа нижняя часть. Ну, по логике вещей, потому что уровень называется Art Challenge Sunflower, а предыдущий уровень назывался Walnut, соответственно, это типа... Ну типа напоминает вот растение такое здесь подсолнух, типа. Ну понятно, короче. Пишите, как вы думаете, интересные такие уровни вот? Почему разработчики их не поставили в игру в реальность? Только вот звездочки оставили они, да? Там один уровень есть, мини-игра. А все остальное вот такой уровень. И предыдущий, что было у нас там... Ну, Walnut, да понятно, он бы скучный был. Но этот, я думаю, не такой скучный прям будет. Здесь потому что звездочки надо выстраивать. Они хоть стреляют, они хоть нормально все как бы с ним. Правда, вот здесь ничего не поставить, понимаете? Вот я сейчас поставил. Если зомби идет, здесь я только звездочку могу поставить. Такие дела. Ладно, продолжаем. Снизу зомби у нас. Поставим тогда минку вот сюда. Потому что я здесь я не могу поставить. Никак. Такие уже правила прям игры. И придется звезды тогда выстраивать сейчас везде. Здесь звездочку, там. Мы их быстро на самом деле поставим сейчас. И вот это все. Вообще тут все быстро. Чисто надо подсолнуха побольше поставить. Никаких проблем не будет. Надо только вот эти прикрывать нижней линией. Потому что у нас здесь как бы ничего стреляющего нету. И поставить дальше нельзя. То есть только если подсолнухи убирать снизу. Так, 200 сейчас будет. Поставим. Хотя что там. Давайте звездочку. Я думаю они будут убивать уже этих зомби. Они обычные. Вот с конусом может быть не убьют. А вот этих должны все убивать. Поэтому никаких проблем не думаю. Что возникнет. Ну и прямо это ставить. Мы вообще быстро сейчас все сделаем. На самом деле. Поставлю минку, если кто добежит. Мало ли что. Будет защита хоть какая-то. Так, стеночку. Ну и что у нас? Не так много осталось, честно говоря. Да, все мы сейчас все сделаем. На самом деле. Все быстро и красиво. Ой, извините. Нажал не туда. Так, хоп. Две звездочки. Одна стенка и три. Амбрелла лиф это зонтик. Я его так называю. Потому что амбрелла это зонтик. Лиф это. Ну вы понимаете. Это листок. Листок зонтик. Листозонт. Я не знаю. Как-то так. Листозонт, короче. Так, как они нас не угрожают нам эти ребята. Не боимся мы их добьем. Да, добьем, я думаю. Давайте здесь минку. Потому что здесь уже идет зомби с конусом. А мы, кстати, скоро выиграем. Реально вот. Намного лучше получается, чем тот уровень, где кучей надо было просто ставить этих стенок. Ну мы просто через чемперов играли. Чемперы, конечно, бред полный. Лучше бы по-другому играл. Быстрее бы прошел. Ну ладно. Это уже в прошлом. Одно растение садим. И мы победили. Все просто. 150 сейчас будет. 100, 125 и одно солнце. Все, пройдено. Этот быстрый уровень мы прошли. 14 минут. За 14 минут мы сейчас два уровня быстро. Хоп-хоп, прошли. Хорошо. Давайте дальше смотреть. Что нас ждет дальше? Air Raid. Не знаю, что такое Air Raid. Это, судя по всему... Ага. Понятненько. Это ночной уровень. Окей. Ночной уровень. Так, что делаем? Нужны кактусы. Они по воде еще будут, да? Так, окей. А тут туман есть, да? То есть надо еще видеть их на всякий случай. Это если что, взорвать их можно. Это на всякий случай. Если они упадут прямо на наши растения, и чтобы не сгрызли сразу. Так, 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 так. Давайте имитатора возьмем, а? И чтобы двойные... Вот эти грибы, они быстрее. Хотя нет. Давайте возьмем имитатора, и мы тогда сможем ставить этих... А? Сразу два раза. Хотя, наверное, нам денег не хватит. Хотя, ладно, постараюсь. Так, нужна стенка, да? И что-то еще надо бы. Джалопена. Ну, давайте джалопена, а? Таки целую линию можно зачистить. Поехали. Вот этот уровень может быть очень сложный. Надо посмотреть, что как начало пойдет. Так, здесь просто грибы поставим. Все как обычно. Тут же грибы не исчезают. Это не вторая часть растений. Здесь грибы бесконечны, пока их не съедят. Поэтому проблем не должно быть. Единственное, у нас мало золота вначале, потому что грибы вот эти, это же не подсолнухи ставить сразу. Поэтому есть минусы вначале. Интересно, когда зомби пойдут? Нам время дадут какое-то, и они сразу полетят. Или уже зомби идут, просто я не вижу их. Ну, обычные зомби, может, они там ходят. Не думаю, что прям сразу полетят они. Поэтому я сразу экономику максимально делаю сейчас. Максимально много всего. Потому что мы их сбиваем, мы их же сразу не убьем, они все равно будут потом идти. Поэтому их добивать надо. Надо быть готовым ко всему. Может быть, даже стоило им здесь грибы ставить, чтобы они стреляли. Ну, это разберемся. Вот, смотрите. Вот это да. Вот это да. Реально. Очень быстро. Прямо, я не знаю. У меня 150 нету. У меня нет 150. Ну, ладно, пусть проходит. Че я жду, а? Пусть он проходит. Сейчас следующий не пройдет уже. Мы их быстро обрихладим. Так, сверху полетел. Ё-моё. А я тут фонарь поставил на эти деньги. Ну-ну-ну-ну. 125, давай. Давайте этот уровень перепройдем. Я только поставлю это подсолнухи через имитатора. И таким образом мы пройдем. Просто я не люблю эти грибы и долго ждать, пока они вырастут. Это такой бред. Так. Интересно, они могут перелетать через вот это или нет? Я что-то вообще не в теме, честно говоря. Можно просто попробовать. Я просто забыл. Иногда вот просто забываешь обычные вещи элементарные такие, да? Которые всегда должны знать. Так. Ну что, будет вся надежда у нас на кактуса. Ну, давайте так. Поехали. Без обычных этих грибов. Они нам не нужны, реально. Поехали. Сразу, быстренько. И у нас есть имитатор. Сейчас будет 25, 25, 2. А потом хоп-хоп. Мы должны быстрее таким образом все сделать. Хотя, может быть, тоже не очень круто. Может быть, через грибы имитаторы все-таки надо. Вы видите, у нас одно солнце. Сейчас ждем только второе. И потом только по солнух будет. Не, наверное, она через грибы имитаторы делает. Смотрите. Мы кучу времени тратим. Просто сейчас в никуда. Абсолютно в никуда, видите? Да, это не тот вариант. Так что давайте меняем гриб. Просто сложный уровень. Может быть, его не тестировали абсолютно разработчики. Сами поиграйте. Посмотрите, насколько он сложный или нет для вас. Ну, можно бомбу, но на 150. Я не люблю так ставить. Кучу денег просто в никуда отдашь. Ну, так. Что еще? Что еще? Ну и прикрывать. Все, сейчас попробуем. 25, 25. Ждем, ждем. Еще ставим. Короче, может быть, получится. А, ребята. Я вообще только сейчас додумался. Нам надо кота взять. Вот и все. Ё-моё. Неужели так было трудно мне сразу додуматься? Мы просто одного кота поставим и все. И никаких проблем. Вообще никаких. Надо только быстро его как-то ставить. Не знаю, как это лучше сделать. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так. Ну, как-то так, да? Без кактуса. Да он справится, если мы двоих даже поставим. Все нормально, справимся. Поехали все ставить. Поехали. Все, блин. Мне только сейчас дошло, что тут можно на воде поставить кота. Наверное, так и рассчитано. Единственное, мне кажется, все равно очень сложно вначале сделано, потому что он очень рано летит. И 225 кота. Я, может быть, не успеваю. Может быть, просто забить на это. Первый пролетает. Там пофиг. У нас есть как бы защита. Мы теряем просто защиту газонокосилку нашу. И все. И мы можем дальше продолжить. Поэтому, может быть, так. Посмотрим, как лучше. Давай, гриб. Давай, давай. То есть, я вначале не обращаю, на первых, внимания. Мне надо больше поставить. Вот здесь еще высадить грибов побольше. А дальше уже ставим кота. Чуть позже. Давайте так сделаем. Я думаю, так и надо. Потому что, вот, видите, волна пошла. Но я к ней не готов. Ну, как бы его убью. У меня даже на кактуса не хватит. 125. Никак, абсолютно. Здесь как бы уровень, он не протестирован. Абсолютно. Он реально изначально сложный. Ну, вот, пусть он идет. Так. Все. Я выстрелил хоть что-то. И сейчас будем ставить. 25 вначале. Лилию. 225. Просто грибы еще не выросли. Вот проблема у меня. Давайте еще тогда линию теряем. Если он сверху не полетит, у нас все... Ну, как бы спасены. Все нормально. Зато у нас будет все нормально в будущем еще лучше. Да, вот он тут полетел. Так что нормально. Все. Здесь мы уже готовим ставить. Да, мы потеряем вначале. Но мы выиграем все равно в итоге. Вот видите, сейчас грибы подрастут. Нам надо только чуть-чуть подождать. Там уже практически они, наверное, выросли. Уже скоро будут. Все. Сейчас не тратим ничего. Ждем 225. Так, уже почти-почти-почти. 160-175. Эту линию тоже можно терять, но мы ее не потеряем. Смотрите, мы успеем его убить. Он, правда, съест там что-то, но... Я лучше потеряю грибы, чем газонокосилку. Вот так вот я решил. Давай-давай-давай. Убивай его. Ну и все. Как бы никаких проблем. Вот этих, которые будут здесь лететь, мы будем... А, он в первую очередь стреляет по шарам, чтобы сбить. В первую очередь. Вот так вот. Поэтому он начал туда стрелять, сбил шар и потом вернулся этого убивать. Поэтому мы потеряли еще один гриб из-за того, что он так действует. Такие дела. Так, пока не буду ставить ничего. Сейчас ждем второго кота. Потом будем еще лилии ставить везде. Так, 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 так. Так, 225. 225. Ну давай. Отлично. Так. Ну просто нечего комментировать. Мы даже ничего не видим. Может быть поставим давай сюда. Давайте поставим реально. Чтобы видеть, что происходит там. Ну вот, я ставлю блокировку. Не, он пролетает. Я просто проверил. Я так и думал. Просто думал, блин, а может... Может быть я не прав. И мне потом в комментариях напишите. Поэтому я решил сразу проверить. Ну, на этот раз я хоть прав был. Я просто перестраховался. Кота вообще вначале поставить где-нибудь. Чтобы он сразу сбивал. Потому что эти стреляют пока долетят. Пока собьют эти шары все. Это куча времени уходит на это. Ну, например, вот здесь поставить. Сейчас и быстрее сбивать будет. Так, а что у нас здесь? Окей. Здесь можно вот так поставить. Прикрыть стенкой. Ну, в целом все нормально. Я давно хотел вообще эти мини-игры сделать секретные. Ну, так как мы уже все прошли. Все сняли. Как бы я все прошел. Да, нечего как бы уже показывать вам. Поэтому я решил. Надо все-таки запилить вам видео. Плюс, как я говорил в прошлом видео. Я хочу сделать полноценный обзор игры. Растения против зомби. То есть написать красивый текст. Написать какие-то интересные моменты. Там, описать, как игру создавали. В каком году она вышла. На каких платформах. Чем она отличается. Сколько она там копий продано было игры. Если я найду, конечно, информацию. Просто, например, коммерческий тай... Ну, как бы, сколько продано копий. Иногда это коммерческая тайна. И очень трудно найти. Как бы, многие разработчики просто не показывают отчеты по некоторым играм. Но первая часть, я думаю, продана очень супер успешно. Потому что она вышла на всех платформах. Я сам ее покупал на iPad, на iPhone, на PlayStation 3, на Xbox 360, на Steam версию. То есть, сколько я один вот чисто дал денег. Например, посчитать можно. Кстати, все это последняя волна. Не так уж сложно было. Как бы, ну, шар... Ну, как бы, мы две линии потеряли. Но дальше, как я и говорил, мы уже проиграть не можем. Но так и получилось. Все идеально. Осталось там этих ходобильцев, все. Все, прошли. Видео 24 минуты. Мы сейчас еще одну мини-игру пройдем. Итого мы прошлись. В этом видео три мини-игры. Итого шесть. Я пройду сейчас Ice Level. Ледяной уровень. За нас уже, смотрите, растения выбрали. Все, это уровень начался. Я только нач... Ну, как бы, нажал кнопку сразу. Ничего выбирать нельзя. Просто Ice Level. Я, правда, не знаю, где солнце у меня, как бы. Солнца нету, никак не произвести их. Делать нечего. Может быть, уровень недоделан, смотрите. Ну, я могу поставить, но у меня же, как бы, солнце не будет на другое ничего. Пока не понял, вообще уровень начнется. Или это глюк. Может быть, недоделанный уровень, я не знаю. Пока что ничего не происходит, честно говоря. Можно подождать минуточку, например. Ну, собственно, судя по всему, ничего не сделать здесь. Ну, реально, вот что можно сделать. Ну, давайте поставим, ладно. Может быть, от меня ждут, что я поставлю что-то. Нет, ничего нет. Уровень не работает. Не знаю, что такое. Давайте попробуем еще разочек. Ice Level. То же самое. За нас все выбрали, ничего не происходит. Окей. Ладно, мы недоделаны. Это же, как бы, неофициальные все аддоны. Поехали тогда Zen Garden посмотрим, что это такое. А, Zen Garden, это просто мой Zen Garden. Вот и все. Понятненько. Ну, ясно. Ладно. Что дальше? Я думал, это просто уровень так называется. High Gravity. Высокая гравитация. Что это значит? Понятия не имею. Так, здесь нужно горшки ставить. И, наверное, через имитатора сыграю. Чтобы быстрее все заставить. Арбузы будут. Кто у нас здесь? Ага, на шаре летает. Значит, кактус надо брать. Так, нужно взрыв. Так, так. Хотя нет, давайте вместо этой штуки возьмем. А, вначале можно так, да? И возьмем, наверное, лучше всего взять защиту. А, защиту я уже взял, да? Ну, тогда сойдет. Поехали. У нас уже есть хоть какие-то горшки для начала игры. Поэтому сойдет. Так. Ставим. Так, вот, оказывается, предыдущий не работал. Дальше почему-то Zen Garden. Может быть, мы сейчас вот этот уровень следующий быстро пройдем. И два видео будет в итоге. А может быть, я еще что-нибудь покажу. Ну, посмотрим. Я просто хочу посмотреть, что в этом уровне такого необычного. Гравитация. В чем она заключается, гравитация? Я пока не понял. То, что там зомби будут летать, в этом фишка. Я не знаю, зачем тогда. Ну, как бы, наверное, такого не было, что ли, да? Что на руф, на крыше, есть летающие зомби. То есть, из-за этого фишка? Или что? Не могу понять просто пока что. Может быть, не доделанная мини-игра. Просто называется так, а в реальности ничего. Как бы, отличительные, как бы, черты нету никакой. Может быть, и так. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Какой же я красный на веб-камере. Жесть. Просто жесть. Я таким красным никогда в жизни не был. Ну, что-то с веб-камерой что я могу сделать. Что-то случилось. Так, что-то я заговорился. Придется вот так делать. Защищать и стрелять. Пока говорил, не успел ничего сделать правильного. Так, подсолнухи готовы. Теперь надо ставить нам капусточку везде. Капусточка будет везде у нас. Потом у нас будут... А, да, еще эти. Надо, наверное, кактусы все-таки делать сейчас. То пойдут они везде, да? Ой, а кактус-то что? Неужели кактус не может здесь прострелить? Ну, что за дела? Что за разрачарование? Так, мне надо 125, я хоть прикрою или что-нибудь. Не хочу терять коршок. 125, пожалуйста. А, не успел. А как снизу зомби проел? Неужели он такой толстый был? Неужели? Все как-то из-под контроля у меня вышло. Что-то, что-то творится, а? Ребята, что творится? Не могу понять. Снизу зомби как-то прошло. А почему он по нему не стреляет? А, гравитации. Я понял только сейчас. Все пули неправильно летят. Я понял. Тут надо было чемпера вставить. И все, никаких проблем. Все, ребята. Извините за ошибку. Я теперь до меня доперла. Почему кактус не стрелял? Вот почему. Е-мое. Почему я сразу не додумался? Хотя, хорошо. Раз чемпера, можно двойной чемпера взять. Постоянно будем кидать. Будем все... Вообще стреляющего ничего можно не вставить, да? Стенку прикрывать будем. Ням-ням-ням-ням. Что можно еще взять? Вот что нам реально поможет? Надеюсь, этот чувак убьет все-таки с гравитацией. Ну, надеюсь на это. А, да, репик. Да, ну как тогда тех убивать? С гравитацией. Не могу понять. Ну, шары сбивать. То есть он будет стрелять и сразу пуля вниз летит или как-то так. Ладно, разберемся, посмотрим. Так, интересный уровень. Хоть что-то новое. Я не понял. High gravity. А, это не low gravity. Это не низкая гравитация. Наоборот, высокая. То есть притяжение очень сильное. Сильное притяжение можно так перевести. Этот уровень. Я думаю, если у вас русская версия и взломаете, да? То этот уровень не переведен нифига. Мне так кажется. Так, так и есть. Что разработчикам нам что-то переводить, что в релизе нет. Они же так не работают. Хотя, может быть, они... PopCap могла заказать, как бы, перевод до того, как игра вышла. А потом оказалось, что некоторые уровни они, как бы, в релиз, в финальную версию не вошли. Но я знаю, что PopCap, как бы, Plants vs. Zombies официального перевода нет. Как бы, это все, как бы, пиратское. Ну, как бы, так, можно сказать. Все это неофициальные переводы, поэтому обращать на это внимание не стоит. Все это, как бы... Но он хороший, добродный перевод. Я где-то видел какой-то перевод. Он нормальный, просто он неофициальный. То есть, PopCap не платил никому за перевод. Это был неофициальный перевод. То есть, там могут быть ошибки, неправильные недочеты. То есть, они не проверяли русификацию. Ну, нам-то что, реально? Нам-то что? Нам этот перевод не нужен. Я люблю в оригинале играть, потому что шрифты очень хорошие. То есть, оригинальные, как разработчики разрабатывали. Когда русскую версию переводят, иногда буквы не помещаются. Шрифты неправильные. Но именно русская версия, она хорошо переведена. Но я поговорю вообще в целом про все игры в игровой индустрии. Там часто бывает такое. Так, здесь чувак с конусом. Бо-по-по-по-по-по-по. Ну, наверное, минку поставим вот так. Так вот, минку. Надо все везде ставить горшки, потому что сейчас полетят, да? И надо будет перед ними прямо ставить, наверное, эти кактусы. Кактусов побольше, потому что будут проблемы у меня. И я чувствую. Так, ну этот взорвется, да? Взрывается. Хорошо. Хорошо, здесь, наверное, Чомпер будет. Здесь будет Чомпер. У нас ухудшим солнца, потому что я ничего не ставлю абсолютно. Мы ждем сейчас. Тут единственная опасность, это вот летающие могут пройти. И все, больше я опасности не вижу. Кстати, никогда Чомпера через метаторы не брал. Не видел вот его цвета такого. Видите, он по-другому на него смотришь. Как бы металлический он кажется теперь. Точно такой же, как у Garden Warfare есть. Металлический он так, примерно такого цвета он и выглядит. У него только здоровье увеличено. В этой игре тут нету. Кстати, мне, я вспомнил, кто-то писал, что скоро выйдет Plants vs. Zombies Heroes. Это какая-то карточная игра, типа наподобие Hearthstone. Ну, типа они увидели, ну, электронные карты увидели, что Hearthstone приносит просто, там, я не знаю, по-моему, ну, короче, огромные там, огромные деньги, по-моему, что-то миллиард долларов уже, по-моему, принесла игра или принесет. Там за какое-то время они почитали. И, короче, они увидели, блин, и у них, конечно, сразу бомбануло, что, типа, они не зарабатывают такие деньги, а Blizzard, как бы, команда, да, разработчиков столько денег заработала. Вот они решили сделать, типа, клон. На самом деле, это уже, я не первый раз вижу, что игра выходит карточная после Hearthstone, потому что Hearthstone, это мега популярная игра, она набрала обороты очень быстро. Ну, никакая Plants vs. Zombies игра, конечно, не переплюнет Hearthstone, даже близко, поэтому, а говорить об этом. Ну, я могу, как бы, поиграть в эту игру, но я понимаю, что там будет полная чушь, но там очень много доната будет, как бы, там сделают, что ты карты должен покупать. То есть, мне надо платить реальные деньги, чтобы вам показать какие-то карты новые, чтобы кого-то победить. Ну, вот, типа, того будет, поэтому мне это, как бы, не очень идея нравится. Но я люблю карточные игры, может быть, даже поиграю, но и мне нравятся какие-нибудь другие персонажи. Вот Hearthstone, то есть по Варкрафту, например, только другая какая-нибудь карточная игра была бы еще, тогда бы я поиграл. Ну, или какой-нибудь другой, типа, ну, не знаю, типа Magic the Gathering. Так, может быть, какие-нибудь покемоны, потому что мне всегда интересно было собрать всех покемонов, я не знал, сколько их там вообще существует в этом мире. У меня были фишки, я помню, давно эти покемоны, я их собирал, их там все больше и больше, я так и не понял, сколько. По-моему, 200 с чем-то было покемонов, потом, по-моему, добавляли их, короче, непонятно. А где летающие чуваки? Кстати, как они будут летать, мне просто интересно. Если гравитация, ну, как-нибудь, притяжение сильное, то они, по сути, и летать-то не могут, ну, как бы. Ну, да, по сути, они не должны на шарики прям лететь, может быть, в этом фишка, что, как бы, мы ждем их, а они потом, как бы, ничего не будет. Вы посмотрите, уже смотрите, я уже больше половины уровня прошел, а они все не летят. Может быть, это глюк, или они прямо на последней волне полетят, и мы, типа, можем проиграть. Но не можем мы проиграть, потому что у нас 5 газонокосилок на крыше стоят, поэтому никаких проблем я не думаю, что есть. Вот, полетел, кстати. Смотрите, стрельнули мы в него? Да, стрельнули, и прикрываем сразу, так что работает вся эта тема. Работает, это хорошо. Я просто вовремя среагировал, он, конечно, быстро мог пролететь. Смотрите, что с ним происходит, он, типа, вниз падает, и потом вверх появляется. Это из-за того, что гравитация, типа, низкая. Ну, это глюк, на самом деле, не должно быть так. Даже с гравитацией, это что-то неправильно абсолютно. Что-то пошло не так. Так, ну что, кактусы везде, да? Сейчас я тут кактус должен прикрыть, потому что его сожрут, если что не так, ну да. Ну, нормально пока. Как бы, единственный зомби, я думал, тут прям будет много зомби летающих. Под конец, может быть, будет еще парочку, и все. Никаких проблем. Ну, съел он, окей. Так, пойдет волна скоро практически, да? Ну, по центру мы сожрем, вот этого убить можно. Пока никаких проблем. Хоть гравитация низкая, но вот, по-моему, кактусы нормально стреляют. Так, смотрю. Может быть, просто патрон этот, которым они стреляют, сразу вниз полетит. Ну, то есть он может быть... Да, это и видно, он вниз летит. То есть он может одну только точку пробивать. И после этого сразу проблемы возникают. То есть далеко не стреляет, не летит патрон, пуля. Или она прям вниз летит, вот так вот. То есть мы ставим сверху кактус, он вниз стреляет вот так по диагонали. Ну, это, конечно, фантастика, но мало ли что так и есть. Я просто так фантазирую. Ну что, последняя волна практически будет сейчас. Практически будет сейчас. Так, того не съедят, да? А этого съедят, а что нормально. Давай, я уже готов. Давайте, ребята. Нападайте на меня, я готов. Сейчас, правда, вот здесь я продам. И поставлю кактус либо сюда, либо вниз, где полетит. Может быть, он не здесь даже полетит. Где ты, либо чувак? Никто вообще не полетел. То есть этот уровень вообще не про это. То есть ничего сложного абсолютно нету. Это радует. Это радует. Так, я быстрее их пропускаю, чтобы их сажали быстрее. Потому что у нас два чемпера готовы покушать, перекусить прям. Ну давай, хорошо. Там, по-моему, два уровня осталось. Может быть, что-то еще найду, какой-нибудь секретный уровень. Поэтому, наверное, продолжим в следующем видео. Давайте посмотрим раз-два. Ну да, они будут долгие, 37 минут уже это видео. Так что, в следующем видео я их пройду и подведу итоги. Что мы увидели, что прошли, что интересного. Все, ребят, спасибо, что смотрите меня. Я очень рад, что вам нравится. Я вижу это по лайкам, поэтому мне нравится делать видео. Потому что раньше как-то лайков было мало. Я как-то думаю, блин, реально, я делаю видео, как бы никто не лайкает. Мало кому нравится, поэтому... А сейчас другое дело. Сейчас уже больше 100 лайков всегда набирает. Иногда там... Мое топовое видео, по-моему, какое-то 500 лайков набрал или 600. Но это все равно мало. Хотелось бы уже тысячу давно набрать, но... Тысяча это, конечно, большие, как бы, каналы. У меня аж маленький канал. У меня сколько сейчас? 16 тысяч даже подписчиков нету, поэтому... Я как бы мини-канал, но в целом я как бы доволен, что он нравится. Поэтому оставляйте комментарии. Даже не знаете, что написать. Напишите что-нибудь. Я обязательно все читаю. Мне очень нравится комментарий читать, поэтому... Все, даже если я не отвечаю, я комментарий ваш прочитал. Я все вот нахожу время и открываю все комментарии. Там на ютюбе есть удобная такая же вкладка, и я все читаю обязательно. Поэтому пишите, все прочитаю. Не на все успеваю отвечать, поэтому... Ну, конечно, комментариев много становится, что у меня на все отвечать. Это же не только к одному видео пишите. Я сразу просматриваю все. Вы можете и к старым видео комментарии писать, поэтому я все вижу. Ну, все, ребят, спасибо, что смотрите. До новых встреч. С вами был Андромалик. Тоже можете взламывать эту игру, играть вместе со мной мини-игры. Вот эти секретные. Будет интересно вам тоже. Все. С вас лайк, с меня новые видео. Все. Пока. С вами был Андромалик. Канал Андромалик Плей. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok